Знакомство с любым краем Леса занимают 80% площади Кольского полуострова. И суша, и море – это места обитания северных животных. На территории Мурманской области две географические зоны – тундровая и таежная. Между ними тянется небольшая полоса леса тундра. Ну а сегодня мы отправляемся в виртуальный поход. Он так и называется – кто живет в лесу и тундре. Вы узнаете, какие звери обитают у нас на севере, и откроете для себя много нового и интересного. Зимой в лесу встречаются следы огромного зверя, самого большого из тех, кого можно увидеть в наших лесах. Несмотря на грозный вид, лось – вегетарианец. Питается листьями, грибами и ягодами, любит соль и с удовольствием поедает морские водоросли. В лесу по утрам ревут лоси. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте послушаем разговор лося и глухаря из рассказа Эдуарда Шима «Лесные разговоры». «Тру-ру-ру! Слышь, братцы, с кем бы подраться? Что ты, лось, опомнись! Ты же зверь смирный! Молчи, старый леший, а то нападам! Небось, весною сам дрался! Так то ж весною! А нынче-то осень! Вот-вот, весной мне драться-то не свычно было! Рога не выросли, а нынче они каменные! Эх, братцы, с кем бы подраться!» «Каждую осень в наших лесах ревут по утрам старые лоси. Вызывают на бой своих соперников, лесных богатырей. Вот вышел из леса на край болота старый сахатый лось. Поднял голову с тяжелыми ветвистыми рогами и громко заревел. Примолкли, слушают его звери и птицы. А где-то далеко, за болотом, отозвался и заревел другой старый лось. Значит, будет схватка!» «Имеются достоверные данные, что лось – исконный житель нашего края. Он жил здесь еще тысячи лет тому назад. Их можно встретить во многих уголках края. Этот лесной исполин из семьи оленей. Длина до трех метров, высота два метра. Вес – 500 килограмм. Следы лося трудно спутать со следом какого-нибудь другого зверя. Длина следа лосихи – 25 сантиметров, а у лося и того больше. В конце февраля для лосей наступает тяжелая пора. Чаще, чем в другое время в этом месяце, верхний слой снега превращается в нас. Лося от тяжести проваливаются и не могут быстро бежать. Этим и пользуются волки. Кто зимой холодный, ходит злой, голодный? Конечно, это волк. Волки обитают практически во всех уголках России. Они хорошо переносят и сильные морозы, и жару. Волк – опасный хищник. Летом он нападает на разных зверей. Ест также и мышей, и лягушек. Разоряет птичьи гнезда на земле. Поедает яйца, птенцов, птиц. Летом волк сыт, а вот зимой почти всегда голоден. Ведь спать он не ложится, и надо думать о пище. Обычно ему требуется от двух до трех килограммов мяса в день. А оставшуюся добычу волк прячет про запас. Трудно бегать волку по глубокому снегу и добывать пищу. Вот уж верна пословица – волк от ноги кормит. Как побегаешь, так и пообедаешь. Зимой живут волки только стаями, иначе не дожить до весны. Рыщет волчья стая по полям, лесам и дорогам. Ищет добычу. Людей пугает волчьевой, а волки выражают им самые разные чувства. Подбадривают друг друга, торжествуют после удачной охоты, угрожают чужакам. Тихой зимней ночью вой волчьей стаи может разноситься до 10 километров. Животным трудно спастись от преследования голодных волков. И хотя в поисках пищи волки пробегают большие расстояния, иногда до 50 километров, зимой они почти всегда голодны. А голодные волки злые ведут себя отчаянно и смело. Они забегают в населенные пункты и могут напасть даже на человека. О сером волке ходят толки, что злобны и коварны волки, что без особенных затей едят старушек и детей. В белой тундре он живет, там где снег и там где лед. Чтобы устрашить врага, у него растут рога. Он копытом сильно бьет, пох и снега достает. Кто это, ребята? Правильно, это северный олень. Северный олень – это неприхотливое, выносливое животное. Было издавна приручено коренным населением Кольского полуострова Саами. Из 32 видов оленей только северный сумел приспособиться к жизни в тундре, обретя при этом своеобразные черты и повадки. Широкие копыта позволяют ему без особого труда передвигаться по глубокому снегу. Передние ноги северного оленя имеют широкие копыта с углублением в виде ложки или совка, удобные для разгребания снега и откапывания из-под него ягеля. Корм этот ягель приходится выкапывать из-под очень глубокого снега. Порой можно увидеть лишь спину оленя из-за вырытой им траншеи. Нелегко достается корм оленю зимой. Мочка носа у северного оленя покрыта плотной шерстью. Это позволяет ему в сильные морозы рыться в снегу. А вот еще одна особенность северного оленя. Рога у них растут не только у самцов, но и у самок. Осенью рога самцов служат турнирыным оружием. В схватках за право обрести пару. К началу зимы бойцы теряют это украшение, а самки же носят его до весны. Рога служат им не только для спасения от хищников, но и для защиты добытого из-под снега корма. Ранней весной, когда в туннере еще царят морозы и метель, появляются на свет оленята. Как не замерзать в таких условиях малыши, просто удивительно. А знаете, что маленьких детенышей северного оленя зывают пыжиками? Пыжик – это олененок. Он пушистый и смешной. К маме ласково с просонок прижимается спиной. Только спит он очень мало. Непоседую прослыл. Мама спрашивать устала. Пыжик, пыжик, где ты был? Летом ходит без дороги возле сосен и берез. А зимой он спит в берлоге. От мороза прячет нос. Конечно, это медведь. Еще его называют косолапой. Свою название он направдывает. Лапы при ходьбе ставить немного вовнутрь. А другое название медведь связано с тем, что этот зверь очень любит мед и ведает. То есть знает, где его искать. За ним он и на дерево высокое залезет, и в дупло сотами диких пчел, и нередко делает набеги на пасеки. Бурый медведь – единственное в нашем крае животное из семейства медвежьих. Бурый медведь – хищник, серьезный и сильный. 300 килограммов – вес для него обычный. 600 килограммов – очень большой медведь. Большому зверю надо много пищи. А медведь – всеяден. Он может щипать травку, как корова, а может напасть и на лося, и на оленя. Может охотиться и на мышей. Не пройдет мимо кладки яиц. Практически все ягоды употребляет с большим удовольствием. Зимой еды для такого крупного зверя маловато, поэтому осенью Топтыгин отъедается и к первому снегу старается залечь в спячку. Зимний сон – спасение для медведя от холодов и голода. Зиму медведи проводят в перлогах в состоянии сна. Для зимней спячки место медведь выбирает тщательно под корнями поваленного дерева или выкопает на склоне яму. Ложится спать медведь осмотрительно с первым снегом, тщательно оберегая тайну своего зимовья. Долго кружит, путает след, идет к лешке задом и предпочитает залечь, когда снегопад скрывает следы. Но чтобы лечь в перлогу, зверь должен нагулять жира примерно 120 килограммов. Если медведь улегся спать, то он решительно ничего не ест и питается только накопленным за лето и осень жиром. Поэтому за зиму очень сильно худеет, потому что спит медведь почти полгода, а у нас на севере еще больше. В мороз спит крепко. Мыши в это время безнаказанно выстригают у него полосы шерсти для своих гнезд. Говорят, что медведь зимой сосет лапу. Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет. Правда ли это? Конечно нет. Дело в том, что в феврале у медведей отслаивается на подошвах старая грубевшая кожа, а новая нежная кожица мерзнет и чешется. Поэтому и медведь облизывает свои подошвы. И так он ускоряет леньку, а может быть и облегчает себе боль. А вовсе не потому, что он кормится. У бурого медведя лапы очень чувствительны к холоду. Шатун, не залегший в спячку и блуждающий по заснеженному лесу, почти наверняка отморозит лапы. В берлоге в январе и феврале у медведицы появляются малыши, чаще всего два. У таких громадных зверей рождаются детишки, которые свободно могут уместиться на ладони взрослого человека. А весят они всего лишь 500 граммов. Зимой медвежата почти не растут. Рост начинается весной, когда они выходят из берлоги. В некоторых странах до сих пор празднуют пробуждение медведя после спячки, выставляя возле берлоги большие тарелки с его любимой едой. Когда солнышко начинает пригревать и появляются проталинки, медведи выходят из берлоги. Ко времени выхода из берлоги медведь линяет. С валявшейся клочками шерсть начинает вылезать. Лесные мыши таскают эту шерсть для своих гнезд. Что же делает медведь, когда проснется? Без печали, без тревоги спал медведь в своей берлоге. Спал всю зиму до весны и, наверное, видел сны. Вдруг проснулся косолапый, слышит каплет. Вот беда! В темноте пошарил лапой и вскочил. Кругом вода. Заспешил медведь наружу. Заливает не до сна. Вылез он и видит лужи. Тает снег. Пришла весна. Это животное – ровесник мамонта. Любит темное время суток. Гуляет сам по себе. Злобный и осторожный зверек. Длина не больше метра. Весит от 20 до 30 килограммов. Огромные когти и острые зубы помогают справляться с крупной добычей. Росомаха или маленький медведь. С длинным хвостом так ее называют. Она и ходит, как косолапый, в перевалочку. И так же ловко лазает по деревьям. Но в отличие от медведя, спящего зимой в берлоге, росомаха бодрствует всегда. Росомах можно назвать бесстрашными. Они могут сражаться с более крупными хищниками, справляясь с ними мощными челюстями и острыми зубами. Росомаха – умный, сильный, независимый зверь. Она никого не боится. След росомахи знаком многим лесным обитателям. Заяц его пересекать не станет. Боя знала по ухам. Десец обойдет стороной от греха подальше. Даже невозмутимая рысь фыркнет и попятится. С росомахой дело иметь никому не хочется. Росомахи способны лазить по деревьям, цепляясь большими крепкими когтями. Росомаха – зверь осторожный. Почует охотника, уходит. Мало кто ее видит. У каждого зверя есть свое пристанище. То ли берлога, то ли нора, то ли еще какое убежище. У росомахи ничего нет. Это зверь-бродяга. Она ворует у охотников добычу. Расхищает и разбрасывает оставленные ими в лесу припасы. Рыщет по тундре, заходит в леса. И знает геолог неряха. Если с утра исчезла роса, шапка и сало и колбаса, значит пришла росомаха. На просторах Кольского полуострова водятся различные таежные и тундровые животные. Сегодня мы с вами познакомились с медведем, волком, северным оленем, лосем и росомахой. Ну а в следующий раз узнаем, как живут лисицы, белки, песцы. До новых встреч!